привет привет друзья с вами снова бой 777 сегодня я вот решил показать вам ножичек который я просто нашел то есть я ходил по улице и заглянул в водосток это там где стекает вода в общем с дома стекает куда-то там под землю такая была труба бетонная его там вот я увидел что фото лишь и там была куча грязи вот я туда залез и это оказался вот такой вот нож вот смотрите значит стэнли фирма до сталь нержавеющая 420 в общем сколько он там пролежал не знаю но видно что состояние но он просто убитый вообще то есть он практически все что у него было ничего не работает то есть в каком он значит сейчас состоянии по сравнению с тем что он нашел практически в том же самом то есть единственное что я сделал я его положил в обычную воду из-под крана да он там полежал там пару дней вот и потом я его просто щеткой под проточной водой под краном помыть все то есть не применял пока никакие химикаты не механическую чистку ничего то есть не знаю даже честно говоря если смысл его вот ремонтировать восстанавливать но так как у меня как бы опыта нету да в этих делах я думаю просто что это как бы хороший вот подвернулся вариант чтобы набить руку по состоянию то есть видно что здесь все практически требует восстановления то есть вот эти вот даже вот накладки до резиновые я их как бы не специально не отклеивал они сами пока он отмокал воде вот они сами отвалились то есть видно даже что уже под ними вот было что то то есть вот это вот какая-то резина вот это вот вторая накладка тоже резина то есть ну или можно их восстановить или можно сюда вот здесь уже есть такие выемки сделать с экзотического дерева вот что по материалам значит по лезвию я вам сказал да что это нержавейка вот 420 рукоятка видно что это алюминий вот он был крашеный да то есть видно следы краски но каких-то местах она вот начала видно что разбухать и отходить от самого ножа в каких-то местах она просто содрана видно механически кто-то им когда-то пользовался везде видно что куча алюминиевых окислов сама как бы конструкция ножа для меня вот пока не очень понятно его еще сыпется до сих пор что-то то есть видимо не все вымылось но это не столь важно я даже не знаю шоэта песок какой-то или что вот вот здесь вот я не знаю бы наверняка вот что-то отсутствует потому что тут видно какая какой-то кусок пружины вот здесь вот видно какой-то кусок еще лезвия торчит вот с этой стороны вот это я вообще не знаю что да вот это вот куда ложится нож, но, естественно, его сейчас нереально закрыть, потому что тут все зашевевшее, даже само лезвие, вот видно, что тут какие-то следы шершавшие. Вот здесь вот был такой, как бы, чтобы нож открывать, да, вот такой выступ был, вот видно, что он уже потерян. Остался вот только винт, которым он был прикручен. Вот здесь вот какие-то вот кнопки, вот. Материал пока непонятен, с виду похоже на пластик. Вот, они, естественно, тоже, обе кнопки эти не работают. Вот эта кнопка написана лифт, то есть она, по идее, должна подниматься, она никуда не поднимается и вот здесь тоже. Вот. То есть, собственно, вот такой вот нож. Это, как бы, я вот снимаю только первую часть видео, показать вам его, вот, изначальное состояние, да, и, как бы, наметить какие-то планы, вот, что с ним дальше делать. Естественно, как бы, выбрасывать жалко. Вот нож, тем более, вот, древнеамериканский, да, и Стэнли, как бы, фирма, вроде бы, известная. Вот. То есть, рука, как бы, естественно, не поднимается, поэтому он вот, у меня валялся-валялся, сейчас, как бы, время появилось, вот, я решил им заняться, вот. То есть, если есть какие-то мысли, идеи, предложения, вот, пишите, оставляйте комментарии. А, пока, в общем, я с вами прощаюсь, до следующих, как бы, обновлений, каких-то новостей, если я с ним что-то начну делать. Вот. Всем пока и удачи. С вами был Бой777.